Привет, ребята! Я так по вам соскучился! Какие вы красивые и как вы уже подросли! Ой, здорово, здорово! Сегодня я хочу вам прочитать интересную сказку, русскую народную, которая называется «Волк и семеро козлят». Ну что, давайте начинать! Жила-была в избушке в лесу коза с козлятами. Коза часто уходила в лес искать корм, а козлятам наказывала «Дверь никому не открывайте!» По лесу бродит злой голодный волк. Воротится коза, постучится в дверь и запоет «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мать пришла, молока принесла!» Козлятки тотчас отопрут дверь и пустят мать. Она покормит их и опять уйдет в лес. Волк все это подслушал. И только коза ушла в лес, подошел к избушке и запел. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мать пришла, молока принесла!» А козлятки отвечают «Слышим, слышим, не матушкин голосок!» Наша матушка поет тонким голосом «Уходи, волк, прочь!» Воротилась коза, постучалась в дверь и запела «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь!» Ваша мать пришла, молока принесла. Козлятки открыли дверь, впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним волк и хотел их съесть. Она покормила их и, уходя в лес, строго-настрого наказала «Никому, кроме нее, дверь не открывать!» Только коза ушла, волк прибежал к избе, постучался и запел тонким голоском «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь!» Ваша мать пришла, молока принесла! Козлята не признали волчьего голоса и открыли дверь. Волк вбежал в избу и проглотил козлят. Только один козленочек уцелел, в печь спрятался. Пришла домой коза, дверь открыта, а в избе пусто. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, горько заплакала и запричитала. «Ох вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпиралися, отворялися, злому волку доставалися!» Услышал это волк и говорит козе. «Что ты, кума, не ел я твоих козлят!» А коза ободнула волка рогами в брюхо, оно у него и лопнуло. Козлятки выскочили оттуда, да прыг к матери. И стали они жить-поживать, да ума наживать. Ну что, ребята, вот такая вот сказка про хитрого волка. Понравилась вам? Я очень рад! Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, который называется Читайка. А я говорю вам до свидания, до новых встреч, пока-пока!